Так зима неожиданно настала для водителя отечественного паркетника. Предварительно по его вине произошло ДТП на улице Бакинской. Еще одна авария произошла по проспекту Нефтяников. Коголымчанин, не выдержав соответствующую дистанцию, на своей иномарке совершил столкновение с впереди идущей легковушкой, отчего та по инерции зацепила еще один автомобиль. Третье по счету дорожно-транспортное происшествие произошло напротив здания ГАИ. Легковая выезжала с прилегающей территории и не уступила транспортному средству, двигающемуся по главной дороге. В связи с этим большая просьба ко всем водителям быть аккуратными, осмотрительными, всегда смотреть по сторонам перед тем, как выехать с какой-либо территории, убеждаться, что впереди нет машин, что соблюдается дистанция до впереди движущегося автомобиля. Просьба ко всем пешеходам, пожалуйста, купите световозвращающие элементы, либо яркую одежду, чтобы в темноте в вечернее время вас было видно издалека. И водители были предупреждены о том, что вы переходите дорогу, либо двигаетесь около проезжей части. Если гололедица сегодня стала причиной ДТП на магистралях Коголыма, то для работников СТО заморозки сыграли только на руку. Пшиномонтажка города – настоящий ажиотаж. Чтобы переобуть летнюю резину на зимнюю, нужно записываться предварительно, либо отстаивать в живой очереди по несколько часов. В секунду где-то около 40 машин сделали, 5 человек работают и 3 подъемники. Так ребята все активные, ни одного клиента еще не возвращался. И по работе качество все, никакого пока нарушения, ничего не было. И так работаем до последнего клиента, до поздна работаем, до 12, бывает до часа, пока что гололед, первый снег.